Это информационный тележурнал «День за днём» о самых заметных событиях жизни города и региона. Вам расскажут корреспонденты «Тобольского времени» и я, Рената Блухаиров. Здравствуйте! 58 молодых семей Тобольска сегодня получили сертификаты на приобретение собственных квадратных метров. В том числе это 26 многодетных семей. Чита Орешкиных пока живет в малогабаритной квартире. Скоро у них появится пятый малыш. Получение сертификата ждали чуть больше года. Таким количеством детей нам нужно больше помещения. Однокомната, тесно. Вот и надеюсь, у нас сейчас все получится сделать правильно, без ошибок. Мы уже, по идее, начали поиском жилье и надеюсь, у нас все получится, потому что это процесс небыстрый. Ну, конечно, для себя, для детей, все это. Программа обеспечения молодых семей жильем в Тобольске реализуется с 2006 года. За это время улучшить свои жилищные условия смогли почти 1200 семей. В этом году обеспечить жильем удалось на 13 пар больше, чем в прошлом. Из областного бюджета в прошлом году было выделено более 56 миллионов рублей. Как раз вот эти средства пойдут на вручение этих сертификатов. Часть ипотечного пока как бы разрабатывается, раз послание было буквально недавно. Скоро поступит как бы поручение президента. И мы уже будем знать, какие целевые программы будут уже. А в ближайшей перспективе в Тобольске будут возводить наемные дома. За счет их власти намерены улучшить жилищные условия граждан, которые не могут себе позволить купить жилье за собственные средства или за счет кредиторов. В менее в Тобольске мы можем начинать реализовывать этот проект и просто вместе с частными партнерами строить наемное жилье. Это решит вопрос жилья практически для всех категорий населения, потому что это жилье будет, во-первых, современное, условно говоря, умное с точки зрения энергосбережения. Предполагается, что жилье в наемных домах социального использования смогут арендовать и квалифицированные специалисты, приезжающие работать в город на короткое время. Это позволит решить не только квартирный вопрос, но и усилить трудовую миграцию в целом по стране. Ну а сейчас к другим темам. Диспансеризацию можно будет пройти в вечернее время и по субботам. И в обязательном порядке каждый год она будет включать в себя скрининг на онкозаболевание. Такие поручения президент страны дал в своем послании. Минздрав уже готовит соответствующие поправки в программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. В Тобольске диспансеризация проводится в отделении профилактики областной больницы номер 3 и в отделении на Красноармейской 4. Члены общественной палаты на себе проверили, что это не страшно и не больно. Подробнее в материале Елены Маковой. О здоровье лучше заботиться, когда ничего не беспокоит, говорят специалисты. У каждого жителя Тобольска есть возможность сделать это бесплатно не только раз в три года, проходя диспансеризацию. Профилактический осмотр можно делать хоть каждый год. Это очень важно, потому что на ранних стадиях, как говорится, выявляется. И живешь спокойно, ничего не болит, значит чувствуешь себя лучше, значит настроение хорошее, значит человек уверенный в себе, сами понимаете. Он нормальный человек для общества, для себя, для семьи, для всех. В отделении профилактики на Красноармейской 4 диспансеризацию можно пройти за один день. Это анкетирование, измерение роста, веса, забор анализов и другие обследования. По результатам врач сразу даст рекомендации. Диспансеризация отличается от обычного похода к терапевту в поликлинику. Все профилактические обследования направлены на то, чтобы выявить, либо заболевания у человека, он о них не подозревает, либо факторы риска развития этих заболеваний, те, которые приводят у нас раньше всего к смерти. Это, конечно, акцент делается на сердечно-сосудистые заболевания и онкологические заболевания. Также к этой категории относятся бронхолегочные заболевания, сахарный диабет. Обнаружив что-то не то, врач отправит на дообследование. И в частности, скрининг позволяет выявить большой процент онкозаболеваний на ранней стадии, например, рак молочной железы. Теперь мы узнали, что можно в субботу прийти, пройти диспансеризацию. Это уже по адресу 4-й микрорайон в поликлинике. Ну и, наверное, все-таки по указу президента оплачиваемый один день для прохождения диспансеризации он все-таки будет. И работодатель этот день предоставить просто обязан. Диспансеризация на контроле у страховых компаний. Ее специалисты информируют жителей города и района, что пора обследоваться. Мы отправляем путем смс-сообщения или на электронную почту, или путем звонка. Напоминаем застрахованным в том, что пришло их время проверить свое здоровье и пройти диспансеризацию. Диспансеризацию можно проходить один раз в три года, начиная с 21-летнего возраста. То есть, если ваш возраст делится без остатка на три, это ваш год. Диспансеризацию можно пройти в поликлинике по месту прописки или в отделении профилактики. В прошлом году нашли время на себя более 14 тысяч горожан. Это на 2000 больше, чем в 2017. Елена Макова, Михаил Куричко, Тобольское время. Ряд законов, необходимых для реализации тезисов послания президента, уже внесены правительством для рассмотрения в Госдуму. Об этом табликам рассказал депутат Нижней палаты российского парламента Эрнест Валеев. Он подчеркнул актуальность программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Для их реализации деньги в федеральном бюджете есть. Депутат не сомневается, что коллеги по парламенту быстро примут законы. Но изменения назрели не только в социальной сфере, в частности, в обеспечении безопасности граждан. Валеев – автор законопроекта о возвращении контроля чрезвычайными службами за проектированием и строительством объектов с массовым пребыванием людей. Подтолкнула к необходимости принятия такого закона трагедия в Кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Еще на одного Менделеева в Тобольске стало больше. Ландшафтный парк Ермакова поле теперь украшает монумент, посвященный великому русскому ученому. Причем величие его мысли посетители парка смогут ощутить на себе. У подножия бюсты, плиты с изложением периодического закона и скамейки, чтобы под сенью Менделеева можно было подумать о своем и, возможно, совершить открытие. Общий стиль композиции классический, подчеркивающий Менделеевскую эпоху. Хотя, по мнению автора, ученый точно не был скучным человеком. Многие, как говорится, являются заложниками своего гения. Вот есть мы такие примеры знаем и в искусстве, и в науке, и в литературе. А Дмитрий Иванович, он именно пример нам всем, что можно все успеть. Можно создать великое и в то же время жить. И, ну, как бы, наслаждаться, радоваться жизнью и быть настоящим живым человеком, патриотом. Дату открытия монумента приурочили к 150-летию периодической системы элементов и к 25-летию фонда возрождения Тобольска. Идею увековечить Менделеева в парке поддержала компания Сибур в рамках программы «Формула хороших дел». Вот он, будучи таким большим патриотом, своей родной России и державником, имел такую формулу процветания Великой Российской империи. На первом месте образование, на втором культура, а на третьем месте наука и промышленность, чем он практически и занимался всю свою жизнь. Пока завершена первая часть проекта. Весной начнутся работы на территории вокруг монумента. В полном объеме все можно будет увидеть к дню города. К весне новый ассортимент. Яркие краски и полезные продукты. Выгодная покупка снова в Тобольске. Подробности у моих коллег. По заманчивым ценам огромный ассортимент. В первую очередь продуктов, повышающих тонус, иммунитет и настроение. Здесь и орехи, и сухофрукты, и даже свежевыжатый гранатовый сок. Щедрые дары Абхазии. Для гурманов – камчатская рыбка и целая лавка мясных деликатесов. Для сладкоежек – натуральный шоколад, мармелад, конфитюры и мед. Мы привезли к вам нашу вкусную и полезную продукцию. Ароматнейший мед, конфитюры на пектине, без сахара, можно употреблять диабетиком. Ароматное, вкусное, полезное масло, подсолнечное, горчичное, кукурузное, льняное. В нашем среде предоставлены пчелопродукты, семена льна, расторопши, мед с орешками. Все можно прийти, продегустировать и попробовать. Ярмарка Тимы хороша, что прежде чем купить, попробовать можно почти все. Например, стельки с лечебным эффектом предлагает испытать компания «Сам себе ортопед» из Санкт-Петербурга. Это помощь при плоскостопии, косточке, лотопке, шишкоры, боли в коленях и суставах. Это действительно так? Да, действительно. Я попробовала. Прошлась, но мне легко на грамм стало и прям так началось постоянно. Боли очень-очень мне понравилось. Для тех, кто хочет быть не только здоровым, но и красивым, выгодная покупка привезла в наш город широкий ассортимент верхней одежды, головных уборов, украшений из натурального камня. Настоящий эстетический шок для покупательниц, желающих выглядеть этой весной по последнему модному тренду. Это аксессуары из Италии. Хочу представить свое дело – шарфы, платки, палантины, отечественное и зарубежное производство. Есть вот такие замечательные двусторонние платки, рисунок вот такой. Очень много аксессуаров к празднику, когда вы можете задрапировать свои шарфы, платки, палантины. Это не просто колечко, а это получается, вы подергиваете вот сюда, и у вас получается не узел, а вот такая замечательная драпировка. Выгодная покупка ждет своих покупателей вплоть до 4 марта в Доме культуры «Синтез». Анастасия Плюснина, Юлия Савиных, Рустам Рузеев, Тобольское время. Отдельное предложение порадует садоводов и огородников. Новый сезон не за горами, а значит, на грядки надо выходить во всеоружии. И не только на грядки. Чудо-лопата газету режет не хуже, чем тонкое лезвие. А все благодаря универсальной ныжеточке для садоводов и огородников. Оно настоящее спасение. Приведет в порядок любой инструмент. Ложим нож из прием вверх, где нож нарисован, просто в одну сторону делаем несколько протяжек. Тяпки, лопаты, косые топоры, плоскорезы, полоники тоже берем вот так и затачиваем. Любой инструмент, любой металл после этой точилки все затачивается до бритвы. Ножиточка тем и замечательна, что и ножницы легко заточит, и заменит стеклорез. Внутри хитрый механизм. Юрий Луканюк, автор изобретения, гарантию дает лет на 15. Из острых предметов у покупателей широким спросом также пользуется овощерезка с двухсторонним лезвием. Тоже универсальная. Чистит, шинкует, наводит красоту на праздничный стол. А вот для любителей отведать рыбки еще одно ноу-хау. Универсальная рыбочистка. Снимает любую чешую. Вся чешая остается возле рыбки и не разлетается. Берем просто рыбку и вот так снимаем чешую. Если карась, снимается прямо вот так лопаткой. Окунь-судак чуть-чуть прокручиваем, потом снимаем. Полный ассортимент незаменимых бытов вещей легко найти на ярмарке. Выгодная покупка. Она работает в Тобольске до 4 марта. Юлия Савиных, Рустам Рузеев, Тобольское время. Деловой партнер программы «Швейное производство Ситцевый край». Любовь в каждой строчке. Это любовь. С уютным домашним текстилем из Тобольска. Ситцевый край. Любовь в каждой строчке. Делиться новостями со всем городом очень легко. Просто позвоните в нашу редакцию по телефону 25 27 98. Или оставьте сообщение в официальных группах Тобольского времени, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Расскажите то, о чем невозможно молчать. Далее еще прогноз погоды. У меня же на этом все новости. Я прощаюсь с вами. Оставайтесь на Т плюс В. Первый день весны синоптики обещают в течение суток 5-9 градусов ниже нуля. Ветер южный 4 метра в секунду. Переменная облачность. Временами возможен небольшой снег. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова